О том, что сегодня необычный день, всех извещает праздничный перезвон, разлетающийся по округе. Ежегодно 25 октября в Крестовоздвиженском монастыре проходит праздничное богослужение в честь Иерусалимской иконы Божьей Матери. Она многим людям дарует исцеление. Ее носили с Подольска, эту икону, сюда в наш монастырь. Крестным ходом еще до революции была такая традиция. И по сей день люди прибегают, об исцелении просят, об избавлении от всяких напастей жизненных. Кому что нужно и получают. Вот это чудо продолжается по сей день. По благословению патриарха Кирилла возглавил праздничную литургию архиепископ Сергий Вопосадский, векарь святейшего патриарха Московского и всея Руси, Владыка Феогност. Его высокопреосвященству служили клирики обители. На богослужении присутствовал глава Ленинского района Валерий Венцель. Для многих прихожан принять участие в сегодняшней литургии особенно важно. Несмотря на начало рабочего дня, здесь собралось более 120 человек. Верующие, они всегда найдут возможность приехать, даже в рабочий день. Даже многие люди, насколько я знаю, верующие, они ищут такие работы, либо поближе к раму, либо к монастырю, либо такие работы, чтобы была возможность сходить на службы, даже в рабочие дни. Полина Юдаичева впервые побывала в Крестовоздвиженском монастыре в пять лет. Посещала воскресную школу. Теперь она дипломированный архитектор, но в монастырь приезжает регулярно и этот день пропустить не могла. День сегодня будний, а настроение праздничное? Конечно. Ну, Машка всегда устраивает праздники. У нас трапезы, все очень по-семейному. Я люблю очень монастырь приезжать сюда, потому что здесь как семья. Традиционно главным в народном восприятии храмового праздника является его особенная святость, тесно связанная с конкретной местностью и приходом. Молимся за своих детей, молимся за своих внуков, молимся за всех людей, которые с нами идут по жизни. Сама икона находится в соседней церкви, а потому, когда богослужение закончилось, был совершен крестный ход в монастырский Иерусалимский храм, где владыка Феогност отслужил молебен перед иконой Иерусалимской Божьей Матери. Слава Богу, священную церковь! Празднование закончилось на недавно обновленной дорожке к крестовоздвиженскому храму. Здесь пришлось убрать старые засохшие деревья, и теперь прихожане вместе с настоятельницей и владыкой Феогностом высаживали новые саженцы. У нас 25 лет восстановления монастыря, это не просто так. Да, и вот мы сегодня хотим посадить 25 деревьев в память о том, что монастырь возрождается, монашеская жизнь возрождается. Крестовоздвиженский монастырь является не только духовным, но и крупным культурным, социальным и образовательным центром Московской области. Максим Козлов, Николай Карбанов, Сергей Ларин. Видное ТВ.